Друзья, всем привет! Пробую сейчас вот такой рулет. Он очень вкусный. Отрезала себе, правда, маленький кусочек, потому что еще полностью рецепт не сняла. Но он действительно очень вкусный. Я, конечно, хотела приготовить совсем другой крем. Крем с маслом и со сгущенным молоком. Но в последний момент мои дети переиграли все и сказали, давай смазывай этот рулет сгущеночкой. Поэтому мне пришлось еще смазать и сгущенным вареным молоком. В этот рулет, естественно, что можно добавить любую начинку, которую вы любите, которую вы хотите. Также можно добавить любые фрукты. Это тоже будет очень хорошо сочетаться. Поэтому готовьте рецепт. Я напишу в описании под видео. Очень многие не заходят в описание под видео и не видят рецептов. И потом начинают писать мне в комментариях. Я всегда пишу рецепт в описании под видео. Все. А теперь буду готовить. Сначала доим, а потом готовим. К желткам добавляю сахарную пудру. Сразу добавляю ванильный сахар. И теперь это все нужно хорошо смешать. Добавляю растительное масло, молоко и опять все хорошо смешиваю. Теперь сюда добавляю просеянную муку. Все хорошо смешала, тесто получается не густое. Желтковую массу разделила на две части. И теперь в одну часть добавляю какао. Хорошо все смешиваю. Эта масса получается, смотрите, какая густая. Теперь буду взбивать белки. Добавляю сюда сразу оставшуюся сахарную пудру. Рецепт я напишу в описании под видео. Все, друзья, белки я взбила. Вот такие вот они получаются. Ну, я взбивала где-то минут 5-6. Но все это зависит от вашего миксера. Возможно, вам понадобится больше времени, чтобы взбить такие белки. Видите, как они держатся на венчиках. Это именно то, что нам нужно. Теперь я добавляю часть белков в одну смесь. И часть белков в другую смесь. И аккуратно все смешиваю сверху вниз. Белки ввожу частями. Перемешиваю сверху вниз. Одна масса уже готова. Все хорошо смешала. Эту пока в сторону. И хорошо смешиваю светлую массу. Тесто получается нежное и воздушное. Но у меня формы нет. У меня есть только лист. Поэтому не знаю, как получится. Здесь у меня бисквит. Застелила пергаментной бумагой. И сейчас сюда буду выливать светлое тесто. Теперь мне нужно его распределить по форме. Даже не знаю, как лучше сделать. Вот так распределила по листу. Не по всему, потому что он у меня очень большой. На белое тесто поливаю темную массу. Все аккуратно распределяю. Да, было бы хорошо, если бы у меня форма была такая, как положено по размерам. Смотрите, если у вас будет форма с бортиками по размеру, то это будет очень хорошо. Не так, как у меня. У меня сейчас он растекается, но ничего страшного. Вот. Сейчас можно его уже отправлять в духовку в таком виде. А можно сделать просто такие вот движения. И также в эту сторону. Духовка у меня уже предварительно разогрета. 180 градусов. И время выпечки смотрите по своей духовке. Все, теперь отправляю выпекать. Прошло 10 минут. И все, бисквит уже готов. Пробую его деревянной палочкой. Бумага очень хорошо снимается. И теперь мне нужно его свернуть. И теперь рулету даю полностью остыть. А пока он будет остывать, я сделаю крем. Для крема я беру сливочное масло. Вбиваю масло до белого состояния. Масло хорошо взбило. Теперь частями сюда буду добавлять сгущенное молоко. Ну, где-то за три раза. Так, теперь рулет смазываю кремом. Я хочу сразу сказать, мы крема много не любим. Поэтому я его буду размазывать вот так по рулету. А если вам нравится много крема, то тогда добавляйте прям такое большое количество крема. Вот, и все. Будет вкусно. Добавила сюда вареного сгущенного молока, потому что мои отказались есть только с кремом. Сказали, надо добавить сгущеный, сгущеночки-вареночки. Все, теперь оставляю его. Сейчас заворачиваю в пленочку и отправляю в холодильник, пока он хорошо застынет. Я уже достала рулетик с холодильника, обрезала его. Смотрите, как он получается внутри. Также можно сюда добавить любые свежие фрукты или замороженные, только предварительно их нужно подтаять. Сейчас его украшу немножко и все. Добавим на него сейчас снежка побольше. Я украсила смородиной и клубничкой. Если также есть у вас листики мяты, можно добавить листики мяты. Приготовьте такой рулетик. Он очень вкусный и простой в приготовлении. У меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.